господин президент сша и белый дом говорят о том что у них есть доказательства того что россия вмешалась в ситуацию на украине направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие у них есть доказательства вы верите в это если у них есть доказательства то пусть они их представят мы видели весь мир видел как госсекретарь соединенных штатов демонстрировал в совбезе озн демон доказательства того что в ираке есть оружие массового уничтожения помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком в конце концов войска соединенных штатов вошли в ирак повесили саддама хусейна а потом выяснилось что никаких средств массового уничтожения в ираке не было и нет поэтому вы знаете говорить это одно а иметь доказательства совершенно друга я вам еще раз говорю никаких вооруженных сил то есть американцы врут сейчас не они врут никаких вооруженных сил никаких инструкторов российских даже на юго-востоке украины нет не было и нет вы не хотите присоединить украину никогда не пытались дестабилизировать там ситуацию нет мы этим никогда не занимались и не занимаемся украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог со своим собственным населением франция по вашему мнению это суверенная независимая держава которые прислушиваются каково ваше отношение германия вы говорите с ангелой меркель по-русски и по-немецки а франсуа алланд не знают русского языка а вы не знаете французского можно ли сказать что вы говорите на одном языке это не мешает нам незнание с моей стороны французского и русского со стороны на франсуа не мешает нам говорить по сути на одном языке даже через переводчиков мы хорошо понимаем друг друга что касается уровня суверенитета повторяю любая страна вступающая в определенные военные союзы добровольно передает часть своего суверенитета над национальным органом для россии это неприемлемо что касается других стран это не наше дело сами страны должны определять что и как действовать и как поступать но в этой связи мне вспоминается и традиция галлизма и генерал де голь вспоминается который защищал суверенитет франции мне кажется что это достойно уважения есть и другой пример пример метерана который говорил о европейской конфедерации кстати говоря с участием россии и мне представляется что ничего еще не не потеряно имею ввиду будущее европы у вас нет ощущения что америка сейчас хочет окружить россию ослабить лично вас владимира путина и возможно изолировать вас на международной арене сегодня очень вежливо разговариваете но вы же знаете какова реальность я вижу реальность но вы же сами сказали что россия самая большая страна в мире по территории окружить ее очень сложно а потом мир настолько быстро меняется что даже виртуально это сделать практически невозможно но мы конечно видим попытки администрации сша надавить на своих союзников используя свои явные лидерские позиции в западном сообществе для того чтобы на повлиять на политику россии политика россии будет проводиться исключительно исходя из наших национальных интересов мы конечно учитываем мнение наших партнеров но будем руководствовать интересами российского народа ведь вхождение в любые военные блоки на любые такие жесткие интеграционные объединения означают потерю известной степени суверенитета но если страна выбирает такой путь и хочет потерять свою часть своей суверенитета и ее дело владимир путин пока еще не известно что останется в истории от эпохи путина кем бы вы хотели запомниться хотели бы вы чтобы вас считали демократным или авторитарным лидером я бы хотел чтобы на меня считали человеком который сделал максимум на что он был способен для счастья и процветания своей собственной страны для своего народа большое спасибо и прекрасной поездки во францию господин президент до свидания большой спасибо большое спасибо большое